всем привет очень давно я не снимал видео своих питомцев и на это есть несколько причин как объективных так и субъективных но об одной из причин мы поговорим прямо сейчас можете видеть я начал со съемок своих лягушат и можно видеть что их осталось очень мало да это и есть основная причина очень быстрое вымирание практически всех лягушат запах почти за три недели их количество снизилось с примерно 70 до 6 штук примерно темпами по 25 штук в неделю это меня очень пугало когда я ходил аж по три-четыре штуки мертвых лягушат когда приходил с работы ну и собственно я очень долго разбирался в чем же дело но лягушатам конечно было не до этого им было плохо они умирали от разных причин и пока я искал осталось совсем мало остались только самые стойкие лягушата первой причиной как я полагал было то что я довольно редко чищу акватерариум вода застаивается за неделю и начинает пахнуть но эту причину процессе уже к концу исследования своего я отбросил потому что лягушата могу жить даже достаточно грязной воде достаточно лишь всего лишь добавлять туда свежие воду чтобы она не застаивала сильно не закисала не затухала что запах не был такой уж неприятный но и все-таки я не думаю что это какая-то серьезная причина второй причиной было то что я кормлю кормил лягушат достаточно редко бывало что они без кормления находились сутки а то и чуть больше и это пагубно сказалось на них в результате этого я начал разводить до пятнистых сверчков в результате получил достаточно много корма но результат меня не порадовал а фактически количество умерших лягушат только усилилось тут я уже начал грешить на что угодно в том числе на то что почки лягушат не справляются с витаминами которыми я опыляю сверчков а ведь витамины маленьким лягушатам нужны для того чтобы расти витамины и кальций в конце концов только спустя две недели я пришел к единственному заключению что лягушатам не хватает ультрафиолета а точнее интенсивного солнечного излучения ну естественно ящерицам же нужно нужен ультрафиолет для того чтобы нормально переваривать кальций и витамины чтобы они шли в рост они просто грузили почки та же ситуация и с лягушатами результате буквально на этой неделе в понедельник я первый раз поставил лампу которая висела у стена на террариум и давала ему дополнительный ультрафиолет на второй день я конечно обнаружил трех умерших но возможно это было всего того что я включил лампу всего на два часа может быть этого не хватило но на третий четвертый и пятый день то есть среда четверг пятница не было ни одного умершего но поскольку лягушат осталось мало то порции дрозофил которыми их кормил им хватало на всех даже сотни дрозофил не насытит даже половину лягушек лягушатам нужно как минимум штук по пять на голову а то и больше вот допустим сотню дрозофил они съедают за два часа и им уже нужен дополнительный корм потому что рано или поздно они начнут искать где бы покушать где найти себе пропитание поэтому я пришел конечному выводу что лягушатам нужен постоянный доступ к солнечному свету к ультрафиолету и постоянное питание буквально на убой можно видеть что некоторые лягушата у меня достаточно полненькие это потому что я их неплохо покормил хотя есть достаточно маленький этот лягушонок очень плохо питается не то чтобы плохо но редко скажем так редко ему удается поймать мушку возможно это причины в его стеснительности возможно в чем-то еще возможно в том что его задирают более старшие более крупные собратья но это не точно еды хватает в данный момент на всех собственно симптомы лягушат которые начинают умирать это прежде всего посветление окраса они очень быстро теряют свой основной цвет становятся очень бледными именно не подстраиваются под окружающую среду поскольку мох с флагом достаточно темный коричневатый ну соответственно деревяшки которые находятся в аквотеррариуме достаточно темного цвета поэтому для меня было удивлением видеть что некоторые лягушки были достаточно бледно-бледно-коричневого бледно-коричнево-салатового такого цвета коричневато-салатового это свидетельство о том что они начали болеть и даже самые крупные лягушата в конце концов рака вызывались утопленниками либо просто лежали на камнях на сфагнуме без движения это меня печалило но наконец-то я нашел для них нужную формулу регулярно включать им ультрафиолетовое освещение не на постоянной основе но хотя бы по несколько часов в день особенно во время кормления кормление то у них питание проходит несколько быстрее ну и надеюсь пищеварение тоже побыстрее проходит чем у людей поэтому во время питания включайте ультрафиолетовые лампы смотрите чтобы ваши питомцы получать достаточную порцию ультрафиолетового цвета но пока я покажу как оборудовал маку террариум я его чистил поэтому и решил все заснять пора уже почистить хоть прошло почти две недели на качестве это не сильно сказалось в аку террариум я добавляю некоторое количество деревяшечек можете увидеть лампу которая теперь не постоянно висит я ее убираю для того чтобы полностью закрыть москитной сеткой но раз в день я ее возвращаю чисто для того чтобы дать лягушкам достаточное количество ультрафиолета вот это наша основная деревяшка на которой наши лягушата обедают сюда я высыпаю кучу дрозофил чтобы они как можно меньше соприкасаясь со стенками aqua террариума и не лезли наверх ну а лягушат я выпущу буквально через несколько минут поскольку одной рукой это делать несколько неудобно но на сегодня с лягушатами все пожалуй скоро включим свет со шнуром у меня проблемы приходится вытягивать поэтому демонстрационную модель не включаю что ж на этом все будьте бдительны и если заводите лягушек то готовьтесь отвечать за них искать решение эти решения вам подсказал надеюсь они будут вам полезны следите за своими питомцами давайте им все самое необходимое для жизни до новых встреч